МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует программа о безопасности дорожного движения Патруль 76 в студии Юрий Кораблёв. Здравствуйте. Совместные усилия дали плоды. Нарушителей пока нет. Интенсивная работа общественников и госавтоинспекции принесла пользу. В Ярославле снизилось количество правонарушителей среди водителей маршрутных автобусов. На протяжении полугода проводились совместные рейды по скрытому патрулированию. Волонтёры следили за работой водителей, снимали нарушения на камеру телефона. Мы показывали штрафников по телевизору. И вот только сейчас до владельцев маршруток и водителей дошла мысль, что спуску не будет. Днём в Ярославле прошла очередная проверка коммерческих автобусов. Тайные пассажиры не выявили ни одного нарушения со стороны шофёров. Благодаря благотворной работе совместно с добровольными дружинниками был всё-таки достигнут у нас данный результат, о том, что нарушений выявляется всё меньше и меньше. В данном случае их не выявлено вовсе. Уже больше полугода занимаемся совместно с добровольными дружинниками. Рейды с общественниками идут постоянно. Теперь внимание волонтёров заострено на других маршрутах. Если у вас есть претензии к работе пассажирского транспорта, сообщите об этом в дежурную часть дорожной полиции. Автоинспекторы примут меры и заострят внимание на вашем обращении. А юные инспекторы движения Ярославля отметили День Победы по-своему. Дети приняли участие в раздаче георгиевских ленточек. В преддверии Великого праздника Ярославская дорожная полиция провела социальную акцию по раздаче символов 9 мая и информативной литературы. В центре Ярославля юные инспекторы движения поздравляют прохожих с наступающим праздником. Дарят ленточки, победы и цветную литературу. Профильные газеты под названием ДТП рассказывают ярославцам о работе дорожной полиции и состоянии аварийности на областных дорогах. Подарки прохожие приняли с благодарностью. Пачка цветных газет от ГИБДД разошлась за считанные минуты. Сотрудники госавтоинспекции совместно с ребятами из отряда яиц средней школы номер 29 проводят акции «Георгиевская ленточка», которая является символом победы. Вручая ее, мы выражаем благодарность, почет и уважение ветеранам Великой Отечественной войны. Также в ходе акции ребята призывают пешеходов соблюдать правила дорожного движения, обеспечивая тем самым свою безопасность. Юные инспекторы движения – одно из продуктивнейших направлений воспитания. В отряды ЮИД отбираются только примерные школьники, готовые в нужный момент прийти на помощь. До открытия чемпионата мира по футболу остаются считанные дни. Возможно, многие собираются на зрелищные мероприятия. Госавтоинспекция спешит предупредить вас о возможных сложностях и предостерегает от ненужных трат. Довожу информацию для пассажироперевозчиков, которые находятся на территории Ярославской области. В соответствии с требованиям указа президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года, номер 202, с 1 июня по 17 июля 2018 года запрещен въезд на территории городов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Сочи с 1 июля по 30 июня, а также на территории городов Вологограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска, автобусов, которые перевозят пассажиров, за исключением автобусов, которые перевозят пассажиров по регулярным межмуниципальным и межрегиональным маршрутам, за исключением автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автоматизированной информационной системе Роглонас, обеспечивающей передачу информации в некоммерческую организацию Транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также автобусов, в отношении которых в виде исключения принято решение оперативным штабом специальным о разрешении въезда на территории этих городов. Хочешь быть лучшим инспектором дорожного движения, принимай участие в тематических праздниках и викторинах. Уже сейчас в ярославских школах идут отборочные конкурсы. Лучшие участники смогут присоединиться к профильным классам ЮИД. Им всего 12, но они уже с гордостью носят желтые жилеты юных инспекторов дорожного движения. Их с размахом знаний празднуют 45-й день рождения своего отряда. Каверзные вопросы этим ребятам не страшны. Если ты стала свидетелем ДТП, куда нужно обращаться? Сначала нужно позвонить в скорую, а потом в полицию. На красный можно дорогу переходить? Нет, конечно. А на желтый? Нет. А на какой можно? На зеленый. Как нужно переходить дорогу на пешеходном переходе с велосипедом? Сначала надо слезть и взять его в руки. И посмотреть направо-налево. Ну и перейти. На празднике с говорящим названием «Безопасное движение. Это жизнь» собрались ученики четырех школ Гаврилов Ямского района и воспитанники Великосейского детского дома. Ребята блеснули знаниями в викторинах, рассказали стихи, спели песни и обрели новые знания. Ребята, которые состоят в движении, делают значимое и важное дело. Они настоящие помощники госавтоинспекции. Юидовцы не только сами знают и соблюдают правила дорожного движения, но и своими хорошими делами подают пример другим участникам. Ну, в большей степени, конечно же, детям, а иногда и взрослым. В регионе регулярно устраивают тематические флешмобы, веселые старты и акции, направленные на профилактику безопасности детей на дороге. Дорожная полиция спешит напомнить всем участникам движения. Начался мотосезон. Помимо порядочных мотоциклистов, на дороге выезжают и нарушители. Некоторые молодые байкеры могут ездить без водительских прав, поднимать мотоцикл на дыбы. Ряд мотоциклистов нарушает общественный порядок, открывая заглушки на выхлопной системе. Если вы увидели неадекватного мотоциклиста, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 30 10 10. Госавтоинспекция Ярославской области осуществляет на постоянной основе анализ дорожно-транспортных происшествий, их видов. Это также связано со сменой сезона и погоды. А также осуществляет прогнозирование тех видов ДТП, которые могут произойти. Так, ежегодно в апреле-майе происходит увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и водителей мототранспорта. Поэтому мы настоятельно рекомендуем и водителям велосипедов, и мототранспортных средств, прежде чем начать открыть сезон и начать передвигаться по улично-дорожной сети, во-первых, вспомнить правила дорожного движения, восстановить навыки, которые утеряны за зимний период, необходимо это сделать на каких-то закрытых площадках или на автодорогах с малой интенсивностью движения, а уже потом выезжать на автодороги, где интенсивное движение. Также необходимо быть предельно внимательными, быть аккуратными при маневрировании, соблюдать интервал боковой, скорость движения. Также необходимо обязательно использовать пассивные средства защиты. Это велошлемы, мотошлемы, наколенники, налокотники, которые помогут в случае возможного дорожно-транспортного происшествия по максимуму сохранить здоровье и жизнь. Также напоминаем о том, что водители скутеров и мопедов должны обязательно иметь категорию М, а водители мотоциклов категорию А или категорию А1. Должно быть обязательно водительское удостоверение. И напоминаем о том, что мотоциклы должны быть, так же, как и автомобили, обязательно зарегистрированы. Если транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, то по статье 12.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в первый раз это влечет наложение штрафа от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении штраф будет составлять 5 тысяч или будет применено лишение права управления. Светящаяся игрушка. Оберег. Светлячок. Светящаяся помогалка. Светящийся помощник. Спасательный маячок. Они очень нужны детям и взрослым. Светящийся помощник. Продолжение следует...